Ну а начнем, пожалуй, с самой обсуждаемой темы этой недели – изменение сети общественного транспорта. Чиновники, напомню, отменили 25 маршрутов частных перевозчиков. Однако некоторые из них свои машины в рейс все же выпустили, несмотря на запреты и возможный штраф – 300 тысяч рублей. Сейчас их пытаются отловить автоинспекторы, проводят спецрейды, пассажиры против. Для многих из них эти маршрутные такси – единственная возможность быстро добраться до работы или домой. Многим амичам теперь приходится по полчаса на морозе ждать автобуса. Подробнее Ольга Качкурова. Не на чем уехать. Абсолютно не на чем уехать. Скажите, вот тут есть проблема, да, с транспортом? Конечно, конечно. Хорошо, еще маршрутки есть, спасибо им. Нашего департаментского транспорта нет, не на чем уехать. Рейды по отлову отмененных маршруток начались в понедельник и длились всю неделю. Если раньше водители «Газели» и пассажиры критиковали за неаккуратную езду и высокие цены, то сейчас в глазах амичей они стали народными героями. Ну как это нам теперь быть? Вот до больницы добираться нам, пенсионерам, это вообще сложно. Вот маршрутка единственная. Туда на 63-й нам далеко идти, а здесь нам рядышком. Мы вышли и доехали. Ну это что за дела такие вообще? Они не думают о людях, что ли? Такие морозы люди стоят на остановках, мерзнут. Когда накал страстей стихает, водитель получает всего лишь предупреждение за первичное нарушение. А возмущенные пассажиры возвращаются в салон и уезжают на отмененной маршрутке. Если водителя остановят еще раз, его ждет штраф в 5000 рублей. А предпринимателя, обслуживающего маршрут, уже 300 тысяч. 5000, я считаю, что это приличный штраф для любого водителя, поэтому, я думаю, рисковать никто не станет. Да все маршруты как ходили, так и ходят. В департаменте транспорта заявляют, ликвидировали только маршруты-дублеры. Но, по мнению омичей, выбирали как раз самые востребованные. И теперь на остановках приходится стоять в разы дольше. Проведем эксперимент. Попробуем уехать с улицы 10 лет октября в городок нефтяников. Это направление востребовано в течение всего дня, в том числе и за студентов. В советском округе много вузов. 320-ю маршрутку биофабрика «Эрмак» отменили, взамен оставив троллейбус-двойку и 59-й автобус. Засечем, сколько времени понадобится, чтобы дождаться муниципальный транспорт. Ну что ж, подведем итоги. И за 30 минут троллейбус-двойка приезжал два раза. Точно так же, как 59-й автобус. Тоже два раза. На первый взгляд, неплохо. Но до остановки биофабрика, к примеру, муниципальные дублеры не доезжают. И местным жителям приходится пересаживаться на маршрутку. Звонки есть, да. Мы их анализируем по количеству звонков. То есть, где отменены маршруты и поступает большее количество звонков, мы выезжаем на место, работаем, обследуем ситуацию на месте, изучаем пассажиропоток, изучаем количество автобусов, работающих на данных направлениях. За то, чтобы сохранить прежнюю схему движения, борются и сами перевозчики. Михаил Федоров владелец двух маршрутов. Оба попали под сокращение. Вместе с юристами предприниматель подал жалобу в Уфас. Мужчина считает, что чиновники, пользуясь административным ресурсом, устранили конкуренцию. Пообрели транспортные средства в связи с тем, что у нас департамент транспорта. Просил, обновляйте, убирайте старые газели. Да, хорошо, мы обновляем. Ну а теперь дальше как? Окончательное решение по жалобе перевозчиков Уфас примет в конце февраля. В то же время эксперты в сфере общественных перевозок уверены, само по себе сокращение частного транспорта не приведет к увеличению пассажиропотока в муниципальном. Потеряв привычный маршрут, горожане найдут другой вариант. И, возможно, у другого частного перевозчика. Первый сценарий развития. У городской администрации хватит мудрости согласовать работу муниципального и частного транспорта таким образом, что они не будут конфликтовать, а они будут друг друга дополнять. В этой ситуации в городе будет создана практически идеально возможная модель, которая будет обеспечивать беспересадочную связь для примерно 80-90% жителей города. В противном случае на омских дорогах останутся либо одни частники, либо в город придет крупный иногородний перевозчик. Ольга Качкурова, Сергей Степанишин, Александр Лысак и Алексей Попов. Омск здесь.